Приветствую вас, бойцы, с вами Савримас. Продолжаем прохождение Аттила Total War за нашу римскую экспедицию. Ну что ж, где мы с вами остановились? Мы захватили последний город Мавров. Только вот я не вижу, Мавры пропали или не пропали. Возможно, мы пропустили это важное сообщение. Должность получена, должность получена. Превосходно. Ну что ж, кого мы здесь можем назначить? Так, этого нет, этого нет, этого тоже нет, туда-сюда. Никого, к сожалению, никого. Так, у нас здесь 3334 твердой валюты. Давайте с вами построим то, что хотели построить в прошлой серии, да. Это у нас, честно, туалет. Три хода придется подождать, строим 334 золотых монет. Продолжаем нанимать новых бойцов. Так, у нас есть очень много копейщиков, нет у нас федератов. К сожалению, у нас та же проблема. А нет, стоп, у нас проблема-то уже закончилась. Армия теперь, армию мы можем обучать. Я не знаю, может быть, какой-то был лаг, может быть, сезон был такой, что нельзя было обучать. Никого. Давайте посмотрим, что происходит у наших союзников. У них огромные ядритых налево-проблемы. Один, два, три. Три с половиной стэка. Можно сказать, четыре стэки, объединив эти два стэка, да. Три стэка у них, получается, рядом с ними. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь в каждом городе есть по одному стэку у наших союзников. Так вот, здесь у них большие проблемы. Стоп, уже нет проблем. Смотрите, они уже подводят армию сюда. И их здесь осаждают. Скоро будет штурм, скорее всего. Какая наша задача сегодня будет? Наша задача пойти к этому городу и освободить его. Потому что там уже мятежники. Мятежники захватили это владение. Тем самым ослабив влияние наших союзников. Так, у нас 97. Все. Сдаем ход, три хода всего лишь осталось. И мы с вами выполним одно поручение нашего императора. А именно построить частный туалет. Помните, у меня был такой фейл. Позапрошлой серии я не мог понять, как его построить. Где его, оказывается, его просто надо улучшить. Я думал, это какое-то новое строение. У меня бывают такие фейлы, ребят. Когда долго записываешь, очень много одно и то же. Бывает тупишь. Ну, я такой человек. Вот такой вот. Так. Был уже какой-то момент, что вот мы эту кампанию сольем. Когда, разбив всех наших бойцов, враги наступали без остановки. Ну, как уже можно, в принципе, догадаться, в игре Атилу, да и вообще в серии Total War, непредсказуемость всегда есть. То есть, вроде проиграешь, потом раз, выиграешь. Вроде выиграешь, потом раз, резко проиграл. И так далее. Так, у нашего генерала давайте тогда ему вот так вот сделаем хитрость. Все это дело выровняем, да. То есть, у каждого генерала есть три черты. Это у нас авторитет, хитрость и рвение. Каждый навык, он дает бонус к определенному. Так, смотрите. Вот авторитет, общий порядок плюс 2, верен на провинции. Здесь у нас защита в ближнем бою, это у нас хитрость. То есть, он довольно хитрый такой и так далее. А и урон от выстрелов плюс 6 процентов, сполоченность плюс 2. Это у нас уже рвение. Урон в ближнем бою плюс 6 для отряда полководца. Улучшаем это дело. 1630 золотых монет у нас есть. И мы можем построить частный туалет, наверное. Давайте еще построим, да. Хотя, давайте что-то такое экономическое. Вербовочные шатры у нас уже есть. Склады, склады. Склады. Да спеша у нас пока все нормально. Мы можем либо это построить, либо командирские шатры. Я так понимаю, командирских шатров у нас нету. Рыночный шатер. Хранилище. Пища. Общесный туалет давайте построим. И здесь уже дальше больше чем такое решим, да. Так, два хода остается до окончания этого задания. Агент разоблачен. Кстати, давайте внедерим своего агента. Куда-нибудь, наверное, вот сюда. Да. Поддержка армии. Просто он там прокачивается. И продолжим свой ход. Пока что, ребят, мы восстанавливаем свои силы. Здесь кто-то у нас апнется. Либо агент, либо полководец. Одно из двух. Весгодское царство. Пока мы с ними вроде бы пока не воюем. Но рано или поздно нам предстоит с ними тоже разобраться. Ну, у нас еще есть своих проблем полно. У нас вся Африка восстала против нас. Внебрачный ребенок. У-у-у. Шалищ, шалищ. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, это у нас не наследник, но, можно сказать, приемный. Внебрачный ребенок. Ух уж этот. Кстати, Тиберий из... Давайте его тогда... Что, повысить его? У него верность, в принципе, нормально. Тиберий из Адрианопия. Давайте его сюда повысим. Он теперь у нас будет маги... Магистр конницы. Ну, а в замесе него, я надеюсь, мы сможем назначить еще одно упаковываться. Так, наш агент повышает свой уровень, свой навык. Дезинформация в войск. Дезинформация в войск. Внедрение шанса больного наружения. Минус 20. Это действие. Уловки. Ребята, уловки у него здесь есть. Обман, шанс. Остановить цель на 20%. Прекрасно. Вот этого дела мы с вами сейчас быстроко изучим. Так, это у нас Флавия Вегисари. Вы знаете что? Я хочу сделать одну армию, которая будет только кониться. И этого Тиберия там назначит, в эту армию. Как вы думаете? Потому что он будет у нас назначен именно там. Давайте его туда. Так, Тиберии. Вот он, кстати. Наш красавец. У него очень хорошие навыки. Так вот, атака ближе бою для отряда полководца. Минус 10. Зато у него боевый дух хороший. Меняем. И ему будем назначать, вернее, нанимать конницу. Боевый дух на свои или союзи на землю. Плюс 10. Урон от выстрелов. Давайте боевый дух ему вкачаем. Здесь у нас что? Общественный порядок. Можно что-нибудь такое? Атака при стрельбе для конницы. Плюс 10. Личное влияние при каждом изменении. Общественный порядок. Оставим. А здесь что у нас? Щит. Тренировка для щит. Со щитом, вернее. Плюс 5% для новых отрядов пехоты. Ближнего боя. Доспехи для отряда полководца. Давайте вот это вот тогда возьмем. Наручные пластины. Доспехи плюс 5% для отряда полководца. Подчиненные войска. Жена у него благородная. Видно, что она у него нормальная, не чешная и тому потом. На один ход остается. У нас 1517 золотых монет. Давайте вложим свои инвестиции, наверное, куда-нибудь. Сюда. Это хранилище мяса. Хранилище мяса дает больше единиц дополнительного дохода. Богатства, вернее. Или зернохранилище. Так, у нас уже где-то было зернохранилище. Было, да, где-то зернохранилище. Кстати, здесь у нас плачет у нас может упасть. Мы потом с вами что-то построим. Может быть, еще общественные туалеты построим. Либо... В чем-то такое полезное. Кстати, мы с вами изучили довольно интересный навык, который повышает богатство на 5% от производственных построек. 10 тысяч золотых монет, численность войск плюс 2, скорость перемещения в бою плюс 5%. Позволять нанимать, нанимать, нанимать... Скутаты, кстати, я про них как-то читал в одной книге, либо в Википедии. Либо скутаты с копейщиками, с копиями, вернее. Но нам потребуется 10 тысяч золотых монет собрать. Давайте мы тогда пока в экономику уйдем. Стоимость строительства, стоимость строительства... Стоимость найма минус 15%, стоимость содержания минус 30% для наемников. Ребята, это очень главная, очень важная фигня. Фигня, грубо говоря, вещь. Здесь у нас, кстати, есть наемник. И вот этого наемника мы, наверное, с вами вот так вот распустим. Я думаю, пора чуть-чуть повысить налоги. Я понимаю, что это безумие, но мы повысим. Ничего страшного. Ничего страшного. Пока пара ходов. Мирный договор нам предлагает королевство вандалов, ребята. Мирный договор. Давайте мы тогда заработаем немного денег. 3000 золотых монет. Две с половиной. А отвергают. Хорошо. Нам надо заработать деньги. Я хочу улучшить свои войска. Это одна из важнейших задач. Все-таки надо было принять требования за 2000. Но да ладно. Кстати, скорость зима. Там доход чуть-чуть уменьшится. Хотя у нас в Африке несколько урожаев в год. Это в реальничность, по идее так. Ну, по крайней мере, в Сирии и в Палестине. И вот в тех землях там 3-4 урожая есть. Именно пшеницы. За один сезон. А, в год именно. Так, вмешаться. Конечно. Что вы тут еще будете меня... Перечи, что ли? Душу батать буду вашу всех. Машу душу мотать. Так, хорошо. В ней брачный ребенок. Так, у нас здесь сплоченно спадает. А, 3300. Будем копить деньги. Так, вандалы. Давайте мы с вами тогда... Ой, ребята, они... Подожди, стоп. Мы теперь с ними... Мы не можем войти с ними в диалог, потому что они воюют с нами. С моим... Защити мою задницу. Не получится, потому что они общаются с нашими ребятами. Да, ребята, у нас большие проблемы. Бирбиры теперь, то... Мало ли теперь Бирбиры и дрет его налево. Устроим децимацию. Децимация, что это такое? Это выбраночная казнь. Вот в те времена это было нормально. А в легионах, где падает сплоченность, где падает общественный порядок среди... Ну, я имею в виду, вот этот... Дисциплина, да, как говорится, среди легионов. Легионеров. Сдаем. А, кстати, мы построили эти... Нет, не построили, что-то не понял я. Мы же вроде бы должны были построить. Королевство вандалов. О, скотское царство. Я не знаю, искусственный интеллект, он делает какие-то строения. Потому что вроде бы, судя по дыму, там... Еще ничего не отремонтировали они. Интересно. Ой, берберы, ребята, там нормально такие обороты поднимают. Вражеские агенты действуют. Кстати, у нас появился новый вражеский агент, ребята. Строительство завершено. Хранилище мясо. Прекрасно. Клинки и децимация. Так, ну что ж, давайте от этого убьем. У нас есть хороший прокачанный агент, который сможет либо убить, либо переманить вражеского агента. Манипуляция агентом. А это убийство, да? Заказное убийство. Да ладно. Ай, ты молодец. Критический успех убили. Мы избавились от вражеского гребаного агента. Так. Немного осталось, и у нас будет уже 10 тысяч золотых монет, ребята. Терпим, терпим. Мы повысили налоги на время, чтобы изучить один навык, который позволит нам поменять эту гребаную пехоту. Это у нас вообще она слабая. И вообще надо было этим заняться пораньше еще. Потому что в первых сериях надо было сфокусировать свое внимание именно на этот навык. Ну да ладно. Я опять забыл посмотреть на эти туалеты частные. Возможно, мы эти частные туалеты должны были построить в определенной армии. Или лагере. Агент разоблачен. Так, ну что ж, мы немного, немного отлично. Давайте тогда вот так вот сделаем. И... Традиционная стратегия, ребята. 10 тысяч золотых монет. 10 ровно тысяч золотых монет. Все. Вот так вот сделаем. Теперь... Стоп, подождите. А, мы уже потратили эти деньги. По всей видимости, у нас уже тысячи золотых монет. Мы можем за эти деньги кого-то... Либо построить чего-то... Так, склады. Либо нанять... Конницу. Ком, файт фороу. Кстати, у нас вот есть... Тихо, тихо. Че такое? Ребята, я ничего не могу сделать. Че-то у нас... Э-э-э... Э-э-э... Идущим, Аталь, зависть ли? Э-э-э... Короче, ладно. Перезапускаю. Ну что ж, ребят. Перезапустил. Вроде бы все работает нормально. Атила. Это же Атила. Это же серия Total War. Здесь бывают такие вещи, что... Зависло. Ничего не можешь делать. И тому подобное. Так, мы что хотим посмотреть. Тиберий из Адрианополя. Так, Тиберий из Адрианополя. Личное влияние плюс 2 при каждом изменении. Да, здесь у нас стоимость найма минус 6%. Для конницы все провинции. Опыт плюс 3 для новых отрядов конницы. Вот именно этим персонажем мы будем нанимать конницу. Надеюсь, мы здесь никого не наймаем у Велисария. Нет, нормально. А вот у этого человека будем нанимать новую конницу. Так, у нас 1000. Конница Тагматы. Довольно хорошая конница. Какой-то у нас опять здесь падает сплоченность, ребята. Я не понимаю, в чем здесь проблема. Но да ладно. Мы с вами посмотрим. А мне сейчас интересно, что произойдет. Ой, мы там налоги забыли. Так, еще один. И еще. Мы там налоги забыли. Понизить немного. Так, этого чувака мы сейчас с вами убьем. Королевство вандалов. Надо разбить их. Кстати, мы хотели пойти вот чуть-чуть западнее, да? Лучше пойдемте на восток. А именно в сторону города Адрумента. Ну, перед тем, как мы пойдем, мы убьем очередного агента вражеского. У нас хороший, прокачанный убийца. Так, вражеские агенты действуют. Провал. Прекрасный срок службы. Полководец. Хорошо. Давайте тогда избавимся от этого индейца. Давай, до свидания. Вот так вот. Превосходненько. Так, ну и... Уберем. Ну что ж, ребят, переобучаем всех своих бойцов. Давайте посмотрим, как они выглядят. Переобучиться на 119. Мать их налево. Вот это другое дело. Правда, у них ближний бой 30. Зато скорость увелич... А, уменьшится скорость. Здоровье здесь 95, здесь 132. Натюз здесь 34. А здесь 16. Урон в ближнем бою. Есть стрелковое оружие. Шанс защиты от стрела. Ну что ж, переобучаем. У нас уже более-менее такие нормальные бойцы. Здесь у нас... Во, ребят, это уже другое дело. Это уже, как говорится... Отлично. Так. Так, всех ли мы обучили или нет? Все, ребят, здесь нанимаем конницу. Побольше конницы. У этого бойца. Так, у нас 761. И нашему полководцу нанимаем новую пехоту. Скутата. Ну, они вроде бы более бронированные. Видите, у них хорошие щиты, но... А урон у них не такой. Но они могут долго держаться. Кстати, этого наемника... Давайте распустим, что-то мы прям забыли про него. 2000 золотых монет у нас за каждый оборот. За каждую хоть что-то у нас битв нету в этой серии. Какой позор. Какой гребаный позор. Давайте застречку вши наймем. Три застречки, наверное, возьмем. Так, сейчас вы ничего не изучаете. Стоимость найма минус 15. Здесь у нас это дает. Здесь у нас скорость. Не боевые потери. Минус 30 в осаде. Все войска, ребята. Казармы ветеранов. Мы можем построить 9 ходов. Давайте мы сначала с вами, наверное, улучшим вот эти вот навыки. Стоимость строительства. Минус 5% для производственных построек. 7 ходов. Организации ремесленников. Хорошо. Посмотрим. Я опять задание забыл посмотреть. Так, какой же позор. Вылеты, не вылеты. Еще и задание забыл посмотреть. Да уж. Такая мирная серия сегодня. Вот баллисты бы построить. Мне баллиста вообще нужна. Мы бы сейчас штурманули вообще. Полуафрикой сразу же. Бликскрик такой сделали бы. Очень странно то, что... Так, вражеские агенты действуют. Что-то я их не вижу. А вот они, кстати. Ну, давайте его еще раз заубьем. Конечно, мы тратим большие деньги на это дело. Успех. Давай, до свидас. Молодец. Смотрите, какого хорошего мы с вами, агента, изучили. Несмотря на то, что мы с вами играем. В какой сложности? В легендарной. Выполнили не менее политические действия, в тем числе следующие. Так, снизить популярность. Это не надо. Так, частный туалет мы с вами выполнили. Давайте посмотрим первое. Глава третья. Возвращение империи. Это долго, наверное, выполнять нам придется. Выполнение не менее... Выполните... Не менее одну... Политическое действие. Ну, здесь что-то неправильно описали. В том числе следующие. Сейчас шесть. Давайте посмотрим на назначение. Внебрачный ребенок. Это, конечно, жесть. Так, хорошо. У нас есть три отряда пехоты. Давайте тогда приближимся к вражеским стекам. Все, вроде. У нас максимальное число своих бойцов. Будем брать стены вражеские. Так, а что у нас здесь конница? Один ход остается, ребята. И у нас конница будет нормально. Так, а этих копеечек тогда мы с вами вот так вот наймем. И что ж, попытаемся. Забрать уже, наконец-то, этот город Адрумент. Там, кстати, нам не дали войска. Что-то я уже давно не смотрю. Сколько раз я прослопочил этот момент, ребят. Помните, да? Я узнаю тогда, когда нападают на наш флот. Сразу буду хватать за голову. Так, превосходненько. Минус 141. Ну что ж, пора нападать. Я думаю, пора нападать. Болиста мы, к сожалению, не сможем нанять. А, нету. Нету. Легко-осадная башня. Легкий таран. Кстати, можно, в принципе, тараном попробовать взять. Врата. Два хода. Здесь у нас асад. Три хода, да? Давайте тараном возьмем. Попробуем взять. Так, ну что ж, бойцы? Приближаемся сюда. Мира уже не будет. С нашими войсками. А, с нашими врагами, вернее. Так, ну что ж, нам надо еще что-то построить, ребята. Я не знаю. Так, у нас здесь склады и зернохранилища, да? У нас здесь есть хранилище мяса. Надо чуть-чуть повысить налоги, походу. Вот так вот сделаем. Вроде бы сплоченность не падает. Так, нормально, отлично. Здесь наши союзники теряют все города, которых мы захватили для них. Я не знаю, о чем они думают. Они что, на меня надеются, что ли? Ну, сейчас мы захватим Адрумент. После того, я думаю, уже обратим свой взор на запад этих земель. Такая приятная, интересная. Без всяких движух у нас серия проходит. С приятной музыкой. Ну что ж, ребята. Надеюсь, вам нравится. Если это так, то пишем хэштег Римус. Мне это нравится. И ставим лайки. Так. Прекращает поддержку. Чего? Скоро вы утратите распоряжение императора. Скоро вести он перестанет платить этим войскам. Вам придется содержать их самостоятельно. Вообще отлично. Вообще прекрасно. Молодцы, ептать. Что там у нас нету? Бойцов никаких. Так, ладно, хорошо. Прекрасно. Как раз я этого и ждал. Так. Так, награда тысяча, награда тысяча. Здесь у нас частный туалет мы с вами построили. Сепаратист. Слушай, ты мне так... Мне кажется, что-то у меня с императором какие-то дела непонятные происходят. Можем все-таки его ушатать. Будет же прикольно, если мы завхатим этот город и провозгласим независимость. Раз уж он не хочет с нами нормально нас поддерживать. Будем считать, что мы с ним поссорились. Как вы думаете? Ребята. Ну давай, давай, сохраняйся. Так, хорошо, давайте посмотрим на своего императора. Сколько у него здесь войск? Ну что ж, господа. Да. Минус шесть тысяч... Двести тридцать пять, ребята. Мы объявили независимость. Теперь мы воюем с нашим императором. Слабый правитель. Император родился для власти. Но велесарию... Короче, нам пипец, ребята. Мы объявили свою независимость. Теперь... Я не знаю, теперь что нам надо сделать. Что у нас происходит здесь? Девять, Детус. Нам верны, пока остались. Некоторые полководцы ушли от нас. Окупировать. Конечно. Так. А здесь возьмем на на разграбе. Ой. Ой, здесь полный стык, ребят. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что-то я, походу, наварил кашу такую жесткую, да? Давайте тогда отойдем. Ну, что-то у них тут прям жесткие бойцы. Так, укрепление делаем. Походу, нам конец. Так. У нас большая армия. Надо распускать. Что-то, походу, мы зря этим... Зря мы объявили независимость, ребята, это полная жесть. Я хотел просто посмотреть, что произойдет. Ну, ладно, раз уж мы... Так, сделаем так, сплоченность на своей или земле. Так, давайте сплоченность. А что у нас здесь? Мы предали свой император. А что произошло? Мы предали свой император... Императоры, ребята. И мы теперь должны продержаться как можно больше и дольше. Я так понимаю, у нас поменялись. Сепаратист. Так, давайте посмотрим на... Так, а, ну, технология, в принципе, такая же остается. Только вот, кого мы можем нанять? Тех же бойцов мы можем, кстати, нанять. Нормально, только вот у нас форма строения поменялась. Теперь мы должны все это дело менять, ремонтировать и так далее. Минус 4900 золотых монет у нас. Я думаю, вот эту конницу нам надо все-таки распустить. Расследуем коррупцию делаем здесь. Минус 2800. Так, у нас пока сейчас январь. Потом будет... Бамба, Лейло. Ну что, вот, получайте. Многие три боли. Эй, Римас, давай. Обиви. Независимость. Получайте, ребята. И налоги не получится повысить нормально. Блин, у нас с пищей проблемы все это дело. Поле для смортеров. Нам надо какого-то грабить. Срочно нам надо грабить кого-то. Я понимаю, наша казна пуста. А, кстати, мы уже губернатора можем назначить. Так, кого мы назначим с вами? Этого либо этого. Стоимость трейства. Давайте что-нибудь с пищей. Производство пищи плюс 20. Здесь что у нас? Общий порядок. Вот так вот сделаем. Да, я знаю. Сдаем ход. Полная жесть, ребят. Полная жесть. Минус 45 у нас. Пищи. Нам надо куда-то в поход сходить. Кого-то ограбить. Что-то мы походу ошибку сделали. Большую-большую ошибку. Ага, мы замечаем вражеского агента. Какая теперь наша задача? Казна пуста у нас. У нас теперь будет массовое дезертирство. Прежде чем они убегут, давайте мы с вами попытаемся все-таки... А, я не понимаю, почему я не могу ходить. А, вот, все, ходить могу. Попытаемся ограбить это дело. Ночная атака. Так, разграбив это поселение, мы получим 2509 золотых монет. Или мы можем разграбить и оккупировать. Мы получим 3000. Грабим и оккупируем. Вот такой вот велисарий у нас теперь стал. Жесткий велисарий. Теряем, теряем бойцов. Теряем бойцов, ребята, теряем. Потребление пищи и санитария. Плюс 70. Вот это ремонтируем, конечно. Общественный порядок. Богатство. Загрязнение. Богатство. Греческий собор, ребят, посмотрите. Вообще с порядок плюс 10. Это просто жесть. Ну, давайте склады еще отремонтируем. Пщеничная пуля. Плюс 20, плюс 40. Это у нас сада скота. Давайте посмотрим плодородность. Этих земель, так, пища, плодородие. Плодородие здесь отличное. Ну, в принципе, мы думали, знали уже об этом, да? Так, хорошо. Сельский городок. Общественный порядок. Плюс 3, так, плюс 4 рост. Плюс 3 общественных... Хорошо, хорошо. Сделаем так. Теперь, что у нас с... Наш император, кстати, вот он находится. Теперь он нам враг. Нам надо как-то, знаете, сбалансировать свои... Все-таки нет, нет, нет. Давайте мы ограбили это дело и... Не знаю, ваша казна пуста. Так, назначим еще одного губернатора. Так уж и быть. Тиберий, давай, давай, ты будешь у нас губернатором. Пища. Пища плюс 20 у нас уже пища, минус 75. И нам надо посмотреть, что произойдет. Блин, вот это жесть. Зря, конечно, это сделал. Ну и ладно. Сейчас они, скорее всего, нас контратакуют. Нам надо отступить к своим стенам. Римская империя с нами воюет. Римская империя, друзья. Мы замечаем там вражского. Агента. Нам надо его убить. Но у нас денег нет. Успех. Казна пуста. А, с пищей теперь мы с вами разобрались. Только у нас казна пуста. Ни боевые потери, дезертирство, восстание. Скоро будет. Полная жесть. Так, а покинуть поселение мы так и не можем, да? Просто давайте сломаем это все дело. Ладно, не будем. Так, мы с вами склады отремонтировали. Теперь нам надо решить с проблемами. С гребанными проблемами. Неужели нам придется распустить все это дело? Так, давайте, ладно, распускаем. Вот это дело объединяем. А то мы не можем содержать эти войска. Реально мы не можем. Так, 193, 193. Ну, я думаю, мы сможем затащить. Тут есть стены. И это самое главное. Так, минус 448. Здесь, наверное, тоже надо будет распустить. Вот эту армию. Минус 250. У нас еще налоги. Вот так вот сделаем. Все. Плюс 269. И будем стоять и надеяться, что у нас будет все хорошо. Ну, что ж, ребят. Это была очередная серия. У нас такой вот поворот неожиданно, да? То есть я вроде бы говорил, что никогда не предан. Не предан. Но хотел посмотреть, что произойдет. Произойдет полная жесть. Мы играем на легендарном уровне сложностей. Будем держаться. Теперь у нас это не просто стратегия. А теперь получается это выживание. И я думаю, вам будет интересно смотреть. Вот так вот. Переломный, как говорится, неожиданный поступок. Римоса, может быть, мы сольем эту кампанию. А может быть, наоборот, мы сможем удержаться. Всякое бывает. Ну, а с вами был Римос. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. И как раз у нас восстание, ребята. Небоевые потери, небоевые потери. Восстание скоро будет вмешаться. А новые бойцы здесь восставшие. Давайте их сразу разгоним. Ну, зато мы восстановили свою экономическую рентабельность. Так, ночная атака. Все, восстанавливаем. Всем удачи.